Привет, Драчилы, это школа гоночного мастерства от Зима. Вы всё тут, такие фанаты сампа, что я почти уверен, вам эта хуйня не понравится, но пошли вы нахуй. Во всяком случае, вы получили свою ебучую озвучку назад. Итак, добро пожаловать в Project Cars, самую великую гоночную игру в мире. Обучать я буду вас самым эффективным способом на практике, для чего я и принял участие в гонке для наиновейших прототипов LMP3 на треке Watkins Glen. Как и все остальные гонки, это состоит из практики, квалификации самой гонки. На практике все дрочат и корректируют настройку под условием, на квалификации всё ставит лучшее время круга, а в гонке уже и трэш, и убийство. Для начала телепортируемся на питлин и проверяем нашу бейслей настройку. Заправляем машину с пайсами, тут простой и важный момент, посчитайте, блять, сколько спайсов вам будет нужно, чтобы проехать гонку, чтобы не зависнуть посреди процесса. Также, важный момент со спайсами. Не лейте, блять, на квалификацию спайсов так, чтобы с горла текло, а то это пиздец перекидан, и будете медленные, что пиздец и хуй вам, а не пол. А если Паула не будет, что маме говорить, то будете. Итак, квалификации. Теперь нам бы самим неплохо было бы закинуться спайсами и пойти зарабатывать себе пол позицию во имя компьютерного шнура. Квалу, конечно, можно сделать хоть длинные в сутки, но хуй кто играть в такие гоночки будет, так что думать о настройках уже поздно, у нас есть всего 15 минут. Но под спайсами 15 минут, это как 2 часа, недруг рассказывал, так что всё в порядке. Должен обратить ваше внимание на то, что даже если вы под спайсами, ваши покрыши холодны и бесчувственны в течение первого круга, так что рулите, сука, аккуратно и не въявитесь в стены. Если въявётесь, сами оправдывайтесь перед батей, я вас предупреждал. Я проехал несколько кругов и поставил относительно неплохое время, но я решил, что лучше подстраховаться. Я использовал свой интеллект и придумал победную стратегию, которая полагается на то, что движки не нужны, и закрыл к хуямо радиатор. Под капотом теперь будет жарче, чем в моей заднице, когда движок наконец-то взорвётся, как бомба в Counter-Strike, но похуй, хотя бы хорошее время поставил. Когда вы поставили достаточно хорошее время на квалификации, сходите поссать, иначе пиздец во время гонки, и стопы не дают достаточно времени, у меня есть печальный опыт. Ну, а после вы можете слегка вспомнить былые времена и использовать ваш опыт работы шреком в сампе, чтобы запугивать оппонентов. Старт гонки, моргайте фарами, как сукин сын. Ах да, забыл сказать, не забудьте сука, назначить кнопку для включения и выключения фар, иначе вам организаторы пизды пропишут. И вообще, для всего чего можно назначайте кнопку, где бы она ни была. Ещё раз, моргайте фарами, как сука, это важно. Ладно, едем. Сразу отвечаю, толкаться тут нельзя. Кроме того, вы должны уступать ибучее место вашим оппонентам, иначе вам пропишут пиздов. Окиль, вроде бы ровно стартанули. Первые несколько поворотов, самое важное. Я впереди, казалось бы, что может пойти не так, дойте гонку и всё, но вы же знаете какой я везучий на всякую интересную хуйню. В общем, не успел я проехать, и первый круг, как чуть не вписался в стену. Ну кто её туда поставил? Но хули с ней со стеной, беда ждала в месте, где я развернулся ровно ноль ибучих раз за всё время практики. А эту стену кто сюда поставил? Ну, вот и покатались. Засадив леща одному из мимо проезжавших, я вернулся на трек, и обнаружил, что каким-то удивительным образом, я заработал всего 1% дамаг для аэродинамического обвеса, что не должно особо сказаться на моей скорости. Так что заедись, продолжаем. И долго ждать не пришлось, один из оппонентов смирился и уступил место королю трека, вылетев в чёртовые вене, но впереди ещё целых 2 чертилы пытаются сграпать. В самке меня, конечно, научили наезжать, но гонять я всё ещё не умею. Так, сейчас попробую пройти этого сучка. Главное, не засадить ему в бочину, иначе меня нахуй выкинут из гонки. Но вот чёрт, неудачи. Однако, видимо, в моей настройке установлено куда меньшие прижимные силы, а также не забывайте мою опасную тактику с поджаркой движка, и у меня нихуевое преимущество на прямых. Вот только какой толк от этого ибучего преимущества, если я рулю, как провинциальный мусор. Как вы могли увидеть, жёлтые чертила уже дважды отгрёб в бочин. Ну, хотя бы выпендриваться не будет. Только, что вы могли наблюдать мой феерический навык. Мне просто нечего тут сказать, даже хоть немного забавного в голову ничего не приходит. Теперь у меня 15% дамага Ровиса, вот и всё. Что это значит? Это значит, что вполне возможно, теперь мы будем заниматься фигурным катанием по треку. И так оно и было. Чуть не словил стену раз, чуть не словил стену два, чуть не словил стену три, чуть не словил стену четыре и немного слабо. Но что это там впереди? Да это же снова оппонент. И они рядом, а значит после обгона первого не так далеко будет до второго, было бы супер. Но я переоценил степень заноса и мастерски развернул сам себя. Я у мамы гонщик. Но ничего, главное, оставаться на чёртовом треке, я им ещё засажу. В очередной раз я подобрался к своим оппонентам, даже попробовал обогнать. Но хуй там, я, это ведь я, слишком ссал жать на газ, как сучка, так как после аварии машина скользила, как бомж без обуви зимой, а я потерпел слишком много аварий, чтобы позволить себе ещё одну. Но у меня всё ещё было преимущество на прямой, и я обошёл его, не зря я пытаю свой двигатель высокими температурами. И может быть, мне бы удалось догнать жёлтого пиздюка, чтобы всадить ему в бочину ещё разок, но я зацепил шнурочком от наушников, шифтер, и сбросил на одну передачу больше, поприветствовав очередную, хуй знает кто её сюда поставил, стену, я убил аэродинамику, совсем и моя машина полностью превратилась в профессионального фигуриста. Так, как скользил я, не скользила ни одна бабка зимой на свежем льду, стараясь успеть к магниту до открытия. Я решил покинуть гонку, может быть, в следующий раз. Если вы досмотрели этот трешик, то я вам благодарен. Не курите, одевайте шапку и учитесь хорошо.